Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. И начнем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар мы видим продолжающие восходящее движение. Вчера были обновлены локальные максимумы в первой половине торговой сессии, доходили до значения 1.1170, но во второй половине дня пара скорректировалась в области 1.10. На текущий момент тенденции на укрепление все также остаются в приоритете по данной паре, со следующими целями уже на движение на 1.12 и выше. Ближайший коррекционный уровень, который мы можем взять за ориентир, это среднесрочный уровень, находится в области 1.08, но уровни более локальные могут быть обозначены в области минимума вчерашней торговой сессии около значения 1.10.74. Уже следующее обновление максимума в области 1.11.78 позволит нам взять минимум, который был зафиксирован вчера, как один из ключевых уровней по данному движению. Пара британский фунт и американский доллар на текущий момент все также остаются в восходящем движении, в восходящем тренде. Вчера доходили до отметки 1.30, затем было снижение на порядка 160 пунктов от локальных максимумов вчерашнего торгового дня, но, тем не менее, общее направление остается также восходящим и ближайший коррекционный уровень по данной паре, по данному движению находится на минимуме 16 мая в области 1.28.60. Пара австралийский доллар и американский доллар также продолжают свои коррекционные восходящие движения. Вчера вновили локальный максимум, доходили до отметки 0.7466, поэтому движение на укрепление австралийского доллара также в краткосрочной перспективе продолжается. Пара американский доллар и канадский доллар после попыток преодоления минимум в области 1.35.76 притормозило свое движение. Видели попытки обновления локальных максимумов в области 1.36.60, что может служить косвенной предпосылкой того, что тенденция на понижение в ближайшей перспективе может не продлиться. Мы можем увидеть коррекционные восходящие движения по данной паре, поэтому дальше будем отслеживать. Уход же ниже и закрепление за отметкой 1.35.74 вновь возвращает к нисходящему сценарию по паре американский доллар и канадский доллар. Пара американский доллар и японская иена все также продолжают свои нисходящие движения, скорректироваясь несколько от минимумов, которые были зафиксированы вчера, но тем не менее общая картина также остается на понижение. Ближайший коррекционный уровень, ну и в принципе то, где мы видели коррекцию, все также остается на отметке 1.13.75, максимум который был 16 мая. Обновление локальных минимумов в области 110.24, минимум которые были вчера, уже позволит нам переместить коррекционный уровень за максимум вчерашней торговой сессии. Пара еврофунд также вчера скорректировалась от локальных максимумов, обновили минимум в области 85.58, что может служить началом коррекционного нисходящего движения в краткосрочной перспективе по паре еврофунд с более вероятным последующим продолжением укрепления евро в данной валютной паре. Индекс DAX продолжает свое нисходящее движение, вчера доходили до отметки 12.493, до локальных минимумов, и на текущий момент краткосрочное движение также остается в приоритете на понижение по данному инструменту. Закрепление и уход выше 12.643, максимум который был вчера, уже открывает предпосылки на начало следующего импульса на укрепление по индексу DAX. Но на текущий момент краткосрочная нисходящая тенденция остается в приоритете. Золото. Если мы перейдем на часовый таймфрейм и посмотрим, как торговалось золото вчера, то мы увидим, что с открытия был несколько обновлен локальный максимум, доходили до отметки 12.65 долларов за тройскую лунницу, и вторую половину торговой сессии мы снижались. Поэтому на текущий момент мы видим краткосрочное снижение по данному активу, но общий настрой, общая тенденция среднесрочная остается также на укрепление. И это необходимо иметь в виду в работе с данным инструментом. Но нефть марки Brent вчера обновила локальные максимумы. Сегодня она вновь их переписала, ушли выше отметки 52.55. Поэтому на текущий момент тенденция на укрепление нефти марки Brent остается в приоритете. Ближайший коррекционный уровень, ближайший разворотный уровень по данному активу находится в области 50.91. Минимумы, которые были зафиксированы 18 и 17 мая. Ну и индекс доллара на текущий момент все также остается в нисходящем тренде. Далее уже будем отслеживать ситуацию по развитию также по данному активу. Но на текущий момент тенденция остается на понижение в приоритете. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. Напоминаю, что со следующей недели стартует курс персональной инвестиции. Бесплатный онлайн-курс. Три занятия. Понедельник, среда и пятница. Начало 18.30. Ссылку на регистрацию вы сможете найти под этим видео. Всех вас на него приглашаю. Всем спасибо за внимание и до свидания.